Закон о тишине сегодня официально ужесточили в Архангельской области, увеличили ночной режим покоя и ограничили производство шумных, ремонтных и строительных работ в дневное время. Обо всем по порядку далее. Так называемый закон о тишине прошел несколько чтений на заседаниях областного собрания депутатов и всей инстанции, прокуратуру и Министерства юстиции региона. Везде он получил положительное заключение. Законопроект поддержали и муниципальное образование, и сегодня он прошел свое последнее чтение на сентябрьской сессии областного собрания депутатов. Наконец-то его приняли. Я считаю, что сделан еще один шаг по созданию комфортной правовой среды в нашем регионе. В прежней редакции он работал. Как мне удивительно, в Северодвинске число привлеченных за нарушение вот этого закона, покоя и тишины, исчисляется двумя сотнями. Большое количество привлечено к ответственности в городе Архангельске. То есть можно сказать, что закон работает. Итак, с 1 сентября нельзя будет включать громкую музыку, кричать и каким-либо другим способом нарушать тишину уже с 10 часов вечера. Пока шуметь можно до 11. Ночной режим тишины продлили и утром с 6 до 7 часов. Такие рамки будут действовать в будни, а в выходные и праздничные ночной режим тишины будет действовать до 10 часов утра. Это касается не только жилых помещений, но и общественных мест. Кроме того, если соседи затеяли ремонт и весь день сверлят стены, они обязаны прекратить все шумные работы в период с 13 до 15 часов. С начала года северодвинскими участковыми зафиксировано почти 300 нарушений режима тишины. В качестве наказания предусмотрен административный штраф в зависимости от ущерба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова